Кинотеатр Пушкина вот уже пятый раз принимает российско-итальянский кинофестиваль. На этот раз зрителям предложили премьеру, авантюрный фильм «Стажер», которую представил исполнитель главной роли. В наши дни профессия адвоката стала обычной, низкооплачиваемой и совершенно обесцененной. Только русские понимают эти тонкости, эти детали, эти оттенки, значений. На самом деле это не я выбрал. Это только случай, что меня зовут чаще всего сниматься в комедиях. Ввиду того, что итальянские комедии — это комедии высокого уровня, я горд тем, что я комедийный актер. Я женюсь на вашей подруге, а вы возьмете меня на работу? Жениться? Громко сказали. Она не совсем студентка? Я догадался. Это было отличным сюрпризом для меня, и также для меня было открытием, что и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и также, я думаю, здесь существуют аналогичные проблемы, которые представлены в фильме. И таким образом я вижу, что этот фильм, который является сообщением, не только для нашего народа. Такие фильмы редко доходят до большого экрана у нас в стране. И как это часто бывает с фестивальным кино, его представляют на языке оригинала. Это было достаточно впечатлено, но это было потрясающе. Погружаться в саму атмосферу фильма, страны, слушать именно те интонации, с которыми говорит актер. То есть из первых уст это очень многое значит, больше понимаешь. На самом деле субтитры потом практически минут через пять уже не замечаешь и смотришь, просто погружаешься в эту атмосферу фильма. И мне кажется, это намного больше даёт эмоций. В чём ценность читать книгу на оригинальном языке, а не в переводе? Хорошо, если переводчик был Пастернак. А если не Пастернак, а какой-нибудь Иванов Иван Иванович? Так и здесь. Не факт, что переводчик будет поэт и писатель с мировым именем. Мне интереснее смотреть на языки оригинала, потому что я именно изучаю язык. Мне нужно слышать, как говорят. А если мне что-то непонятно, в конце концов, есть субтитры. Кстати, обсуждение фильма оказалось не менее увлекательным, чем сам фильм. И кто бы мог подумать, что многим зрителям даже не понадобится переводчик, чтобы пообщаться с актёром Гульермо Поджи. В Италии у меня не было больших возможностей говорить с публикой, потому что итальянская публика не была настолько заинтересована в этом фильме, как я вижу публику российскую. В то время как в России я проводил по получасу, разговаривая всего лишь с одним человеком, и это для меня самое дорогое. Вот эта отдача, которую я получаю от публики. В этот день Италия царила в каждом уголке кинотеатра. Начиная от завораживающей музыки и кухни, заканчивая бесконечными разговорами на итальянском, поклонников этой страны и культуры.